всем привет друзья всем доброго времени суток я на улице я мою помидоры я хочу сделать томатный сок поэтому отобрала похоже какие которые пущу их на томатный сок попозже буду делать аджику сейчас не знаю баночка может 1 2 получится помидоров много поэтому придется заниматься вот последнее время вчера насобирала я вам показала поэтому если они полежат они станут хуже не так-то видите какие они вроде хорошие вот обрезать надо то есть закрыть их не получится вот такие они все и кондишка не туда не сюда такие вот сейчас у меня будут дела в общем буду перекручивать на старой мясорубке старинной такой сейчас она у меня единственная осталась был комбайн бош который поломался я уже показывала вам ничего не покупаю ничего не при не приобретают это самая надежная старая мясорубка на которой нужно перекрутить я люблю томат с косточками некоторые делают без и специальные соковыжималки я сделаю с косточками поэтому моем случае моя старая мясорубка вполне сгодится такие вот дела нет такой жары сейчас хорошо смотрела белая рабыня осталась 62 серия мне представляете сейчас у нас 5 часов вечера почти но там где-то около да потому что это 4 было в доме а потом думаю не надо выйти вышла на огород посмотрела что там у меня помидоры за день конечно не поспят я вчера собрала вообще так посмотрела очень много буряка настолько много что я не знаю мы столько его и не съедим морковки так нет как буряк но ничего будем варить будем делать с него винегрет и салаты на зиму будет очень много буряка картофель я не садила только на еду поэтому как бы что у меня убирать осталось мне осталось убрать буряк и помидоры огурцы тоже есть есть кое-где маленькие огурчики то есть но получается летом и еще будем с огурцами и помидорами больше такого ничего и а кабачки еще будут буду вижу завязываются маленькие есть тоже август месяц ничем с кабачками точно кабачки туда-сюда и уже все это капусты не будет капусту придется купить я смотрела что капуста очень дорогая там одна блогерша я смотрю алла ковальчук она купила одну капустину 40 гривен она отдала тоже так немножко возмущалась цены дорогие если бы мы все это покупали то представляете я бы столько бы не закрыла бы я закрываю свое если бы я это все покупала помидоры по 40 гривен килограмм из по 50 так не накупилась бы конечно так что это огород это спасение но но в этом году хуже огорода у меня нет всегда у меня было огороду как огород в этом году это что-то нечто в общем разучилась я быть огородницей а может и не была вовсе такой прям огородницы но по крайней мере было более-менее у меня что-то на огороде капуста была я тогда поливала видно это поливал я что-то вот и не помню обычно поливали там ходили там с ведрами этот год так и получается полив нет я поливала с бассейна воду выносила ну это не каждый вечер и не каждое утро там вынесла да заразь а жара такая была что здесь комары под орехом и комары оконю так так вот ничего ничего капусту куплю лук лук у меня есть это уже свой использую чеснок придется покупать лук придется купить но это чтобы именно на зиму была до Потому что я туда-сюда летом Я его использую Тем более я его добавляю В закрутки Некоторые помидоры я вообще-то Как бы тоже закрываю Добавляю не только чеснок, но и немного лука Ну не во все, но есть Но лук мы едим, поэтому Салаты нарезаю, лучок туда Целая луковка туда тоже идет С помидорами салат Это вообще для меня объедение, чтобы было побольше лука Поэтому лук придется покупать Капусту придется покупать Вот она зиму Ничего, сейчас я воду вот эту вылью Помидорки грязные Такой мясорубкой Мы перекручивали По 30 банок томата Еще Сережа был У меня даже видео где-то есть Настя помогает Крутить Сережа Так было здорово Все вместе Готовим, закрываем Бабуся наша скоро приедет Завтра они выезжают Дай бог пусть завтра уже будут дома Быстро, потому что С хозяйства Полили на работу Так что проведали И уже хорошо Пишите в комментариях Кто такой мясорубкой пользуется еще Не только фарш крутит А и перекручивать томатный сок Допустим На джику Или это только я Валера, если останется тут Должен остаться Я выйду в прямую трансляцию Запишу видео Очень мудрый Много читает Изучает Библию Поспрашиваем Его У нас пошел дождь Не было давно Он наверное закончится Но тем не менее Уже хорошо Быстренько собрать Стирку Все закончился Я села на стол Я так вот кручу потихоньку Видите сколько накрутила Пошел дождь А я закрыла Одну трехлитровую банку томата И одну двухлитровую помидоров Взяла баночку Думала пойду за малиной Красоты немного А у меня смотрите Откуда-то взялась череда Я ее не трогаю Посмотрела Она очень помогает Против кожных высыпаний Можно протирать лицо Настаиваясь В кукле посмотрите Кому интересно Подскажите мне в комментариях Правильно я говорю Что это череда Она уже вот-вот зацветет Ой у нас прям Что там гремит Что там По новой розы у меня распускаются Смотрите какие же они красивые И вот эти цветы Я просто ими никак не налюбуюсь Мне очень они нравятся Очень жду Когда у меня Будут семена Сейчас я посмотрю Есть ли малина Стоит ли ее собирать Идет дождь А дети слышу На улице Гуляют и не заходят У меня Как бы мои дома Это малыши Слышу Не страшен им дождик Хотя мы тоже маленькие Любили гулять под дождем Ну Я бы сказала Припускает Этот дождь Малинка у меня еще есть Спасибо моей соседушке Которая Меня так выручала Вот малинку давала Как раз желудок болел Что там Было Малина очень хорошо помогает Против Всех этих Неприятностей Желудка Так Тут она у меня уже почти Закончилась Тут малину то и найти Тяжело Тем не менее Так Помощники мои Все пришли сюда Помогать Пройдусь тут Вижу Вижу малинку Нет Я ошиблась Оказывается Вот сейчас Только что Звонила Свекровь Она говорит Что выезжат Они в понедельник Ко мне почему-то Сережа говорит Завтра Нет В понедельник Выезжают Уже соскучились За ними Уже хочется Уже хочется Тоже поехать В войске Валера будет Послушаем Я запишу Трансляцию Я уже поговорила Про трансляцию Но может быть Кто-то прослушал Так Монка тут У меня крутится Везде Под ногами За своими Малышами Прорваться Тут Прорваться Пробраться По линию Насколько шума Надо отключаться Вот это и все Все что нашла А это Веточка У меня С листочками Для чая Там просто Малинка Она засохла Но будет Ароматный чай И тут тоже Череда Конечно Можно это все Вырвать Но я все-таки Ее Оставила Так что Напишите Напишите Пожалуйста Буду ждать Прочереду Желтые розы Красно Пошел дождь А я-то хотела Еще Перемолоть Вот эти Помидоры Их уже Помыла Но не обрезаю Потому что Они пропадут Уже пусть лежат А завтра Завтра уже Буду заниматься Этими помидорками Сейчас вылью Я сейчас Не знаю В общем ужин Настя хочет Жареную картошку А я Решила На ужин Себе Вот Отварила мясо Сейчас тут Поджарю на сковородке Просто Хотела Салат сделать Потом думаю Да ладно Вермишельку Себе сейчас Сделаю Разогрею Вместе С мясом Не знаю Разогрею Вот так Поем Да с помидорами Салат сделаю Это я хочу Такое Дети Другое Хотят Пусть Картошку Сейчас еще Поджарим Так что Думала Скоро Нагреваться Ну в общем Кто любит Просто мясо С вермишелькой Ну так Курочка Я сегодня Отваривала Мясо Думала Сделаю Салатик Оливье Но не буду Добавлять Колбасу Порежу Мелко Мясо Оно Так вышло Что я сегодня Туда-сюда Салат не делала Кусочек Себе Вот так Порезала Подогрею Поушина Вообще Мне надо Кушать на ужин Что-то Легкое Потому что Не знаю Бывает Такой Жирный Переем Или Очень тяжелая Пища Потом Как-то Некомфортная Кто Кто Ест На ужин Что Настенька Сама Хочет Попробовать Жарить Картошку И Почистила Сама Ее И режет Молодец Все Помощники Отлично На стол Сейчас Уже Масло Надо Пахать На какую Скорость Ставите На небольшую На два Где-то Так Хотя Лучше На единичку Всем Приятного Аппетита А я Буду Ужинать Так